Это шаббат, мы читаем главу Китаво, а в этой главе, как известно, есть большой часть этой главы, называется Тохаха. Это предупреждение или это то, что обещает Всевышний, что происходит в народе, когда они не дабы уходят от пути Тора, от пути заповедей, и здесь, это на самом деле повторение, это уже глава Бахуката, есть это Тохаха, но здесь это больше, как говорится, 98 проклад и 98 видов наказаний, казни, которые происходят народу, когда мы не будем идти по пути Тора, заповедей. В одну посуду, в посуду, в посуду, в посуду, в посуду, в посуду, в посуду, 28 глава, написано Вихифла Хашемат Макотха, что-то Всевышний делается, удары Макотха, Вихифла, слово Вихифла, от своего Пела, Фела, Вихифла, это тоже самый корень, и есть подход Раши, Унклес, они говорят, что имеется в виду отличие, то есть эти казни, это будет отличаться, сильно отличаются от обычной казни, которая происходит народу, если они совсем уходят от пути Тора, пути заповедей. В Медраж написано другой перевод слова Вихифла, Пела, это слово скрытно и что-то, которое недостаточное понимание этой казни, Пела, это Пела, когда даже в современном иврите, и мы говорим, то есть это Пела, это просто удивительно, непонятно, этого слова Пела, и эти казни, которые будут, когда мы будем, не дай бог, еврейский народ уходит от пути Тора, от пути заповедей совсем, тогда будет не просто казнь будет, а казнь, которая будет удивительно казнью, непонятно, невероятная казнь, всехестественная казнь, которая будет. Это Пела. В свои комментарии о Макдавар, Великий Ницив обращает внимание, что слова Пела мы находим еще в 2 местах, где в отношении, связано с разрешением храма, написано в свиток эйхо, мы читаем пасух, где написано, во те ред плаим, что во время разрешения храма была тоже Пела, не одна Пела, а Плаим, больше, чем одна, то есть 2 Пела было, и в отношении смерти праведника, в пророке Ишая написано, что Всевышний делает ла хафли хафлей вафела, то есть он обращает, он выводит оттуда, что там речь идет про смерть праведника, как там написано, что там сосудство праведника, и там написано, что будет ла хафли хафлей вафела, то есть три раза хафлей вафела, то есть Плаим три раза. Говорит, говорит Великий Ницив, что обычно, когда человек получает какой-то удар от вишни, когда человек получает какое-то казнь, наказание, что-то не так, он начинает думать, из-за чего это происходит, а когда 98, когда сколько много казней, после мы читаем этого глава, и просто из самых страшных кошмаров, мы не можем представить себе, какие-то наказания, которые происходят, которые написаны в этой главе, 98, и это Пела, это уже человек не может думать о чем, о какой-то конкретном действии, он просто понимает, что-то не так, очень не так, а когда было разрешение храма, то же самое было и даже больше, почему объясняет Ницив, что во время, когда стоял храм, там присутствовала шхина, там была руаха-кодеш, человек может заходить в храм и просто испытывать такое понимание, потому что там шхина находится, и более того, там сидел Сан-Хедрин, вишвы суд Израила, когда был любой вопрос, можно было ходить и выяснить вопросов. Две моменты этого, и шхина, и руаха-кодеш, и со второй стороны, Сан-Хедрин, они пристали существовать, когда разрушили храмы, поэтому в отношении разрешения храма, два раза пела, а когда умирает праведный, говорит Ницив, что с какой-то аспектом даже хуже и даже страшнее, чем разрешение храма. Почему? Потому что кроме близких стих, праведники, это тоже дает человеку близкости Всевышней, мудрости Всевышней. Тоже смудрец Тора может советовать параллогические вопросы. И тоже третий момент, что когда у человека есть связь со своим учителем, со своим Талмит-Хахам, со своим цадикам, он может тоже советовать по любой жизни вопросам. И это три момента, получается, что когда сосудство или смерть праведники, есть лафли, хафли, вафела. Вот это великие слова, великий венецив, что пела имеется в виду иногда, мы встречаем моменты, которые непонятны вообще. Я недавно встретил с одним из уважаемых мировин, здесь Москва, Равиоицхо и Левицкий, Акоин. И он мне сказал следующее, он сказал, что последние полтора года, когда происходит все, что пандемия происходит в мире, и мы каждый раз думаем, а это из-за этого, если будем делать это, тогда перестают, если прививка делать, тогда, конечно, надо делать прививку, конечно, надо берегить себя. Но мы видим, что после полтора года Всевышней говорит нам, ребята, вы ничего не понимаете. Ничего, не пытаетесь понимать, что здесь происходит. Это вообще одно длинное непонятное событие этого пандемии. Весь мир изменился, не существует один человек на свете, который не повлиял на него, эта пандемия. Будет ли он, не может въехать из страны, приехать из страны, не может существовать, люди болеют, люди этого. Это одно полтора года годный длинный процесс непонятный, просто пела. А что человек должен делать, приближаясь сейчас к Роша Шана. Сейчас мы начинаем слухать наши канадские евреи, в святской вере уже с Роша Шелулу уже говорит слухот. Сейчас встречаем Роша Шана, наша молитва, и наша просьба, и наша надежда, чтобы мы поняли, что ничего не понятно, когда Всевышний хочет кое-что от нас. Единственное, что он хочет от нас, чтобы мы кое-что изменили, чтобы мы поняли, что надо изменить нашу жизнь. Надо какие-то кардинальные и настоящие изменения берут на себя, чтобы в этом году закончилась эта пандемия, чтобы в следующем году Товшин Пейбет было бы только год с благословением, год с хорошими, год с хорошими новостями, год с понятной новостью, чтобы мы смогли вернуться к нашей жизни, служить Всевышней, учить его Тора. Шаба чалам.